Сегодня в нашей стране впервые отмечается День неизвестного солдата. Для России он особенно значим. Только Великую Отечественную войну без вести пропали больше, чем у всех стран противников вместе взятых. Безымянными могилами буквально вымощена дорога на Берлин, а инициаторами установления памятной даты выступили участники поисковых отрядов. Поисковые движения в Советском Союзе, а затем и в России – традиция, которая с каждым годом становится все крепче. Сотни молодых людей разъезжаются каждый сезон по местам крупных сражений. В этом году журналисты Национальной телерадиокомпании «Чувашия» вместе с поисковиками из службы судебных приставов побывали на Орловщине со студентами Чувашского педуниверситета в Ленинградской области. Говорят, что этот год был очень удачным. Подняты останки 30 советских солдат и офицеров. Я заметил, торчал вот ботинок, по-моему, правый, да, вот, настолько вот. Вот, я подумал, что там уже копали, и не поленился, пошел, дернул, проверил, смотрю, а там кости человеческие. И были чувства радости, то, что вот нашел бойца, только жалко то, что оказался он без имени, мы не смогли опознать его, вот это жалко. А то, что нашли, подняли, это хорошо. Мы его захороним хотя бы по-человечески, этого солдата. Все вахты памяти заканчиваются традиционно. Останки предают земле, а затем начинается собственно поисковая работа по установлению имен павших героев. К сожалению, чаще всего это невозможно. Слишком большими были потери, слишком масштабными сражения, и слишком много времени прошло. Но, как принято говорить над нашей памятью, оно все равно невластно. 3 декабря 1966 года останки бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе были перенесены к стенам Кремля. Так появился один из самых дорогих российскому сердцу памятников – могила неизвестного солдата. 8 мая 1967 года здесь зажгли вечный огонь, доставленный из Ленинграда, с Марсового поля. А в 1997 году к мемориалу от зале Ленина перенесли в пост номер один. Почетный караул несут солдаты кремлевского полка, среди которых есть и ребята из Чуваши. Попасть в кремлевский полк непросто. Еще сложнее пройти подготовку для почетного караула. Наша рота выезжала в Купавну, где мы занимались строевой подготовкой, отрабатывали шаг, занимались карабинами. И там существует макет, практически точное подобие могилы неизвестного солдата, где мы тренировали заступление. И по итогам мы выставляли оценки и потом вставили в караул. Количество шагов, остановки, повороты, специальный пристальный взгляд, выход в караул – это целый ритуал, увидеть который ежегодно приходят сотни тысяч зрителей. Пуст номер один действует постоянно. А в дни воинской славы, особенно 9 мая, почетные караулы выставляют у сотен других памятников по всей стране. Но еще больше в России могил, в которых захоронены солдаты, чьи имена так и остались неизвестны, а подвиг бессмертиен.